Избитая фраза о главной беде страны и плохих дорогах прозвучала и сегодня. Но, как отмечают в Министерстве транспорта, это выражение теряет свою актуальность. В том числе и потому, что вопрос применения инноваций в дорожном хозяйстве стал одним из стратегически важных в стране. Примечательно и то, что форум проходит в столице зимних игр, где наглядно продемонстрированы успехи российских дорожников. Именно здесь отмечают чиновники задачи модернизации транспортной инфраструктуры решены с помощью инновационного подхода. В отношении плохих дорог за последнее время встречаются гораздо-гораздо реже. А уж тем более в Сочи, вот мы сегодня с Анатолием Николаевичем говорили, во-первых, этот опыт перекладывается. Мы многому чему научились здесь. Соответственно, я хочу сказать, что коллективы разъехались по стране. И дорожное агентство, огромный коллектив сейчас строит объекты, включая и подходы к Керченскому мосту, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Плюс те технологии, которые себя уже хорошо зарекомендовали, мы точно так же тиражируем в обязательных документах. То, что здесь было в новинку, уже сейчас не рассматривается как инновация, а рассматривается как нормальный процесс. К началу 2014 года в Сочи проложили и реконструировали 360 километров автодорог. В рамках Международного форума инноваций в дорожном строительстве для участников организуют специальный технический тур по новейшим объектам – транспортной инфраструктуры Сочи. Реализация этих проектов сегодня дала возможность такой шикарной, комфортной логистики. А это, в свою очередь, мотивация к тому, что к нам едут гости. Мы стали круглогодичным курортом. Круглый год работают наши отели, гостиницы, санатории. И, будем говорить, это еще не конец. Мы, конечно, продолжаем работать над совершенствованием нашей дорожной инфраструктуры. В течение последних нескольких лет в стране вступило в силу огромное количество документов. Проведена и огромная работа по выполнению поручений президента России. Одним словом, реализуется комплекс мероприятий, который должен дать положительный результат. Не обошли участники форума и тему строительства Керченского мостового перехода. Подготовительные работы, отметили в Федеральном дорожном агентстве, идут полным ходом. Заканчиваются изыскательские работы, ведется проектирование. В конце июня проект будет представлен на суд глав госэкспертизы. Дорожные инновации применят и там. Есть одна область, где Российская Федерация является, безсомненно, лидером. Это применение композиционных материалов. Вот в этой части и как раз дорожники Российской Федерации, они идут в авангарде. Потому что те материалы, которые уже применяются сегодня в России, фактически в мире пока нигде не применяются. И те объемы производства композитных материалов, которые производятся в России, они без прецедентов. Несмотря на достижения в этой области, в России все же остаются причины, мешающие внедрению инновационных методов, отмечают участники. Сочинский же форум должен стать площадкой для обсуждения насущных вопросов и поиска путей выхода из тупика. Инга Габешия, Борис Осин, телекомпания ФКТ. Продолжение следует...